Всем привет, друзья! С вами Криптовсейф. Ну что, у нас есть предвестники PAMPA. Это завод огромного количества USDT на, собственно, такие биржи, как Hobi, Binance. И, соответственно, зачастую, когда чеканятся стейблкоины или же все-таки заводятся они на бирже, то это предвестники того, что биткоин и рынок криптовалют еще будет расти. Мы также сегодня поговорим о сравнении S&P 500. И такая же ситуация по биткоину в общих чертах была у S&P 500. А именно график точно такого плана, когда биткоин начал ралли в 2019 году. Да, и, собственно, сейчас до сих пор я считаю, что он еще находится в медвежьем рынке, на котором можно заработать. Да, если же биткоин не находится на медвежьем, а находится на бычьем рынке, то ответьте мне на один вопрос. Кто из вас вышел в плюс по альткоинам? Я думаю, что таких нету. Почему? Потому что зачастую люди совершали покупки альткоинов по завышенным ценам. XRP, я думаю, что многие покупали по 30, возможно, 40 центов. По эфириуму, думаю, что многие покупали эфириум вплоть около 300 долларов. По лайткоину, я думаю, что многие покупали его свыше 100 долларов. Поэтому здесь пока что нельзя сказать, что рынок находится в бычьей фазе. Но, тем не менее, у нас есть сходство графика. Например, мы видим, что биткоин после, значит, февраля, а именно в марте-середине, он резко упал. И вот здесь, в 2018 году у нас, ну и также в 2019, у нас была стадия накопления. Нечто подобное есть также на S&P 500 графике. Вы можете найти эту компанию, собственно, этот индекс. И, соответственно, здесь что у нас? У нас получается, что нечто подобное было в марте. То есть, биткоин также резко упал, да, как S&P. То есть, наоборот, S&P также резко упал, как биткоин. Но случилось это у S&P 500 в 2009 году. Кстати, спонсор этого видеоролика Надежный проект, что доказал свою честность и прозрачность с моментальными выплатами и чистым смарт-контрактом. Это onbull.io. В данном проекте вы можете легко заработать от 5 до 20% еженевая прибыль, вкладывая криптовалюту эфир. Сделать пару иксов в данном проекте за месяц очень легко, а затем вывести свой клад и более ничем не рискуя. Вывести свой клад из проекта можно в любое удобное время. На сайте проекта описано все максимально просто, честно и прозрачно. Рекомендую ознакомиться. Ссылка на проект в описании. Ну и, соответственно, поскольку у нас есть такая формация подобная, да, я также вам покажу другую формацию у S&P 500. Например, вот это у нас было 2018-2019 год по биткоину. На S&P 500 это 2002 год. И вот нечто подобное было здесь. Смотрите, как на S&P, то есть, набирали, собственно, позицию крупные игроки и как они вывели ее наверх. То есть, есть же сходства? Конечно же, есть. И, соответственно, что мы увидели? Мы увидели после того, как здесь сработал Golden Cross, собственно, мы увидели верх. Правда, 50-й мувинг все-таки был задет несколько раз, но, тем не менее, был Golden Cross и, по сути, S&P вырос. То есть, и потом он упал. Соответственно, что будет после этого? После того, как мы увидели по биткоину 4 тысячи долларов, да, то, соответственно, по всей логике, вот сейчас у нас по биткоину золотое пересечение, да, если мы будем смотреть на дневной график, да, вот оно есть, пожалуйста. И, соответственно, вот это золотое пересечение на S&P 500, оно очень хорошо сработало. То есть, мы видели, что, да, действительно, немного здесь был боковик, да, в принципе, мы не дошли до дна 4 тысячи долларов, но по биткоину это около 6-7-8 тысяч долларов. Вот это, куда S&P 500 приходил, это по биткоину, повторюсь, 6-7-8 тысяч долларов. Естественно, после этого мы очень-очень хорошо начали расти по S&P 500 и росли мы вообще безостановочно вплоть до пандемии. Но, естественно, S&P 500 также, в принципе, отреагировал, как и биткоин, на пандемию и также очень хорошо и быстро отрос. Соответственно, здесь был крупный покупатель и выдвинул эту цену наверх. Сейчас, конечно же, стоит вопрос, покупать или не покупать. Судя по S&P 500, пока что не покупать. Судя по истории, пока что не нужно покупать. Покуда биткоин торгуется в боковике, у нас еще есть шанс, что мы сходим на 8 и даже если посчастливиться на 7 тысяч долларов. Также не нужно, в принципе, не учитывать Short Squeeze. Short Squeeze имеет место быть и я считаю, что Short Squeeze, в принципе, и будет на 6600. То есть, видимо, скорее всего, там цену донной этой и ретезна не дадут. Потому что многие здесь хотят закупиться. Соответственно, что нужно сделать? Нужно цену чуть-чуть выше подогнать, чтобы хомяки не закупились и покупали обязательно дорогой биткоин. Если они это сделают сейчас, то рынок нужно провалить. Как это будет и кто это знает? Это знают только маркетмейкеры, это знают только биржи, поскольку они, в принципе, видят все стаканы, все трейды. Они все это видят. Покупает человек, не покупает. Обычный люд хочет идти сейчас в биткоин или не хочет. Где происходит диверсификация? И тем не менее. Также нужно отметить, что появляются новости о том, что гособлигации уже в прошлом. Ищите диверсификацию в золоте и биткоине. Впоследствии это изменение огромное именно про коронавирус. Миллионы розничных инвесторов были оставлены без защиты и испытанных средств диверсификации. Неизбежного риска хранения акций. Продвинутая и чрезвычайно успешная стратегия парадеда риска хедж-фондов тоже оказалась под угрозой уничтожения. Но, собственно, все-таки здесь основной посыл, что нужно инвестировать в биткоин и золото. Соответственно, также нельзя не отметить такие новости, как Fidelity Investments. Они заявили, что третий институциональных инвесторов имеет активы на крипторынке. Европа, вероятно, является наиболее поддерживающей и располагающей юрисдикцией. Также в США и Европе по опросу свыше четверти респондентов держат биткоин и 11% эфириум. Многие страны имеют отрицательные процентные ставки. Биткоин может казаться более привлекательным, когда другие активы не приносят доходов. Ну, то есть сейчас вынуждают покупать вот этот биткоин, который на минутку вырос на уже 140%. То есть забегайте, покупайте, биткоин это наше все. Коррекции не будет, падения не будет, дна не будет. Но в то же время в Минеке выступили против тотального запрета криптовалют в РФ. И согласно позиции Минека, наднациональная природа криптовалют не позволит эффективно защищать их держателей. Как предполагает законопроект, он приведет к закону, к выводу операции с ними в иностранные юрисдикции. И сопутствующим потерям для российской экономики. Еще одним нежелательным последствием предложенных мер может стать формирование неконтролируемого черного рынка. То есть о чем, в принципе, здесь хотят нам сказать. В общем, что, ребята, никто не будет запрещать у нас в России криптовалюты. Просто готовьтесь к тому, что вы будете башлять за операции с криптовалютами. Вот и все. То есть правительство что хочет? Правительство хочет денег. И это понятно. Что говорится про Китай? Дело в том, что там уже начали блокировать банковские счета майнеров биткоина вслед за счетами трейдеров. И майнер из Суаня сообщил 8BTC, что его банковский счет оказался заморожен по запросу полиции города в центре провинции Гуандун. Полицейские по телефону заявили, что проводят расследование крупного случая мошенничества с применением электронных средств связи. Владельцы замороженных счетов не обязательно обвиняются в чем-либо противоправном. И они смогут восстановить доступ, когда власти убедятся, что они не имеют отношения к грязным деньгам. Ну, в принципе, это может произойти в любой стране, кстати, да. Если есть какие-то крупные операции, крупные суммы, ваш счет банковский или биржевой могут, конечно же, заблокировать. Что касается биржи BitMEX, похоже, что хранить средства на этой бирже вообще становится нереально. Дело в том, что, естественно, спросит суд не дать BitMEX уничтожить свидетельство обслуживания американцев. BitMEX использует Twilio для связи со своими пользователями на ежедневной основе. Они допустили ошибку, когда воспользовались американской компанией в этих целях и в то же время заявили об отсутствии личной подсудности в судах США и Калифорнии. Но и ранее BMEX заявил, что BitMEX ведет свои деятельности вопиющие противоправным образом. И с самого начала создавалось с учетом нарушений закона, на который она собиралась пойти в ходе своей операционной деятельности. То есть, действительно, уже нокаут страстей нагреваются. Это говорит о том, что если у вас есть огромные суммы на BitMEX или огромные суммы на любой другой бирже, то их нужно выводить. Нужно сразу же выводить биткоины, нужно сразу же выводить прибыль и не заигрываться. Кстати, что касается вывода биткоина из биржи, дело в том, что Coinbase зафиксировала рекордный отток биткоинов на фоне неполадок в работе. И это случилось после 1 июня, когда биткоин в очередной раз пытался пробить отметку 10 тысяч долларов. В это же время Coinbase, по собственному утверждению, испытала 5-кратный скачок трафика в течение 4 минут. Это отразилось на работе большинства сервисов платформы. Ну, собственно, отток биткоинов составил около 22 тысяч с половиной. В то же время нужно отметить, что на Coinbase остается все еще 1 миллион биткоинов. То есть, на самом деле, Coinbase своими кошельками имеет огромное количество биткоинов. И, в принципе, пока что это капля в море. Хотя 22 тысяч с половиной биткоинов, они могут, кстати, и обрушить рынок. Что касается, в принципе, рынка криптовалют. Также, что, в принципе, мы видим здесь. То, что хешрейт у нас, в принципе, очень хорошо отскочил. В то же время, пока что это ни о чем не говорит. Просто говорит о том, что еще есть рентабельность в том, что майнить биткоин. То есть, еще мощностей хватает. Соответственно, хешрейт у нас еще высокий. И, в принципе, пока что у нас лангов куча. Я считаю, что, в принципе, мы сейчас еще до 10 тысяч долларов дотянем. Как это я говорил в прошлом видеоролике вчера. И там уже будем смотреть, что будет дальше. То есть, судя по S&P 500, судя по этим графикам, можно сказать, что мы еще будем болтаться от 10 до, возможно, 7-6 тысяч долларов. В принципе, пока что есть такой вариант. Всем пока, всем пока и до новых встреч. Очень хорошим вариантом сделать пару иксов в своей крипте – это проект longbull.io. Рекомендую ознакомиться с проектом. Ссылка будет в описании.